Уральские оружейные заводы. Два с половиной столетия они работают на оборону российского государства, создавая военную мощь нашего Отечества. Этот репортаж об одном из самых крупных военных заводов России. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодняшний выпуск программы «Русский мир» мы открываем репортажем из Ижевска. Именно здесь более 40 лет назад началось массовое производство гордости отечественной оборонной промышленности автомата системы Калашникова. История Ижевского оборонного комплекса началась 10 апреля 1760 года, когда на реке Иж была заложена плотина, а через три года запущен железоделательный завод. И почти сразу же здесь начали ковать пики, сабли, тесаки и копья. Ижевское железо отправляли в Тулу и Петербург на оружейные фабрики. В 1807 году император Александр I назначает горного инженера Андрея Федоровича Дерябина строить здесь новый большой оружейный завод. И всего через год в Ижевске уже начали собирать первые кремниевые ружья. Этот памятник инженеру Дерябину был поставлен на деньги рабочих в 1907 году, к столетию основания завода. Свой дом в Воткинске, что недалеко от Ижевска, Дерябин подарил малоимущим заводским чиновникам. Именно в нем 25 апреля 1840 года родился будущий великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. В свое время его отец Илья Петрович служил шехтмейстером на Ижевском заводе. Здесь у 4-летнего мальчика впервые проявились удивительные музыкальные способности. Отсюда начался его путь к вершинам мировой славы. При Дерябине был построен главный корпус завода, существующий поныне. Кстати, это первое многоэтажное здание в русской промышленной архитектуре. Два нижних этажа скрыты плотиной. В 1824 году завода Ижевска посетил император Александр I. Позже в городе был поставлен, а в советское время снесен, уменьшенный вариант Александрийского столпа, что перед Зимним дворцом в Петербурге. На Бородинском поле уже не только ружья, но и первые кремниевые пистолеты Ижевского завода успешно поражали противника. В годы Крымской войны Ижевский арсенал поставил в действующую армию 130 тысяч нарезных ружей. Во второй половине прошлого века Ижевск снабжал другие оружейные заводы России особыми сортами металла и стали. Например, секрет знаменитой булатной стали был раскрыт ижевским металлургом Павлом Аносовым. Кроме того, Ижевск поставлял пули, стволы, оружейные замки. А это образцы ружейных стволов, демонстрирующих прочность и вязкость ижевской стали. Они были представлены на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где русское стрелковое оружие имело грандиозный успех. Еще наследником бывал в Ижевске и Александр Второй. Став императором, он повелел сшить за казенный счет лучшим оружейникам, как государственным людям, зеленые парадные кафтаны с цилиндрами и одевать оные в праздничные дни и в церковь. Традиция эта просуществовала вплоть до 1917 года. Подшучивая над извечными соперниками, туликами, ижевцы говорили «Мы народ работящий, мы блох не ковали, мы работали». К началу века в городе, кроме казенных, было уже и четыре частных оружейных фабрики, которые делали в основном охотничьи ружья. В 1891 году ижевцы освоили знаменитую винтовку Мосина. И всего через пять лет завод выпускал их уже по тысяче штук в день. Легендарная трехлинейка была изобретена в Туле капитаном артиллерии Сергеем Ивановичем Мосиным, который работал тогда на одном из тульских оружейных заводов. В конце прошлого века российское военное ведомство проводило конкурс на создание новой серийной винтовки для русской армии. Для участия в нем были приглашены лучшие зарубежные фирмы. После испытаний винтовка системы Мосина единодушно была признана лучшей. Ее изобретателю был досрочно пожалован чин полковника, денежная премия и орден Святого Владимира. Высочайшим указом Александр Третий дал ей официальное название. Трехлинейная винтовка образца 1891 года. На Ижевском заводе выпускали все четыре модификации винтовки Мосина. Пехотную, драгунскую, казачью и карабин. Именно с этой винтовкой русскому солдату пришлось пройти две мировые войны. И все это время главным поставщиком трехлинейки для нашей армии оставались оружейные заводы Ижевска. До революции в Ижевске было 16 храмов. Сегодня осталось только четыре. На месте церкви Ильи Пророка поставлен памятник Ленину. Самым красивым храмом города был Михайловский собор. Его 500-пудовый колокол был слышен за 20 верст. Своими пропорциями и стилем он напоминал собор Василия Блаженного в Москве. В советское время храм разобрали на кирпичи. Теперь на его месте сквер и могила героев гражданской войны. В 30-е годы практически все священники Ижевска были арестованы. Большинство из них погибло в лагерях или было расстреляно. Ижевский архиепископ Синези сгинул бесследно в одном из колымских концлагерей. Собору Александра Невского повезло чуть больше, чем остальным церквям города. В 30-е годы его закрыли, но до конца не разрушили. Иконостас и убранство церкви было разграблено, а в самом храме долгое время размещался городской кинотеатр «Колосс». Совсем недавно собор вернули Русской Православной Церкви. Сегодня здесь уже идут службы и ведутся восстановительные работы. Первая в городе научная архитектурная реставрация идет сейчас в здании старого Ижевского арсенала. Ижевск всегда был военным русским городом. Кроме того, здесь жили татары и немцы, были своя мечеть и кирха. Первые удмурты, как правило, из новокрещенных православных, стали появляться в Ижевске только в советское время, после 20-го года. Перед Первой мировой войной Россию посетили американские инженеры. Осмотрев ряд оружейных заводов, они отказались принять заказ царского правительства на производство пулеметов и другого стрелкового оружия для русской армии. В Соединенных Штатах они не гарантировали заказчику столь же высокого качества изделий. До сих пор одной из самых малоизвестных страниц гражданской войны остается восстание ижевских и водкинских рабочих в августе 1918 года против советской власти. В отличие от Москвы и Петрограда, на Урале известия об Октябрьском перевороте встретили спокойно. Ижевские рабочие были, как правило, высоко квалифицированными и имели хорошие заработки. К тому же многие семьи владели земельными участками и иногда держали по нескольку коров и лошадей. Первые же шаги советской власти, включавшие экспроприацию личного имущества и продразверстку, встретили массовое сопротивление всех слоев населения. Формальным поводом к восстанию стало убийство красноармейцами депутата местного совета меньшевика Сосулина. На его похороны вышел практически весь город. В ответ на угрозу большевиков применить силу ижевские оружейники взялись за оружие. Их поддержали рабочие Воткинска. Всего через несколько дней армия повстанцев уже насчитывала 50 тысяч человек. В городе поддерживался образцовый порядок и вскоре был избран новый совет. Все предприятия ижевска продолжали работать, причем производительность труда на них сразу возросла в 3-4 раза. Восставшие издавали даже свои газеты. В число их требований входило прекращение красного террора, отмена смертной казни и продразверстки, а также запрет на торговлю в стране спиртными напитками. В Москве выступление ижевцев вызвало настоящую панику. Однако первая попытка его подавить окончилась провалом. Ижевские оружейники наголову разбили наступавшие на город части Антонова Овсеенко и едва не захватили в плен самого Блюхера. Общее руководство новым наступлением было поручено лично Троцкому. В своих приказах по армии он требовал поголовного истребления всех восставших ижевцев. На город было брошено сразу 3 армии, в том числе самые преданные части, состоявшие из латышских стрелков, китайских и венгерских интернационалистов. Для борьбы с ижевцами была выделена Волжская флотилия Федора Раскольникова и специальные отряды ВЧК. Однако город удалось взять только после многодневных кровопролитных боев. Почти 30 тысяч ижевцев вместе с семьями, прорвав окружение, ушли на восток. Позже они составили одну из самых боеспособных частей армии Колчака – ижевскую дивизию. Интересно, что даже у белых ижевцы долгое время продолжали воевать под Красным Знаменем, а их лозунг был «Вся власть к учредительному собранию». Наверное, нет в нашей стране человека, который хотя бы раз в жизни не смотрел фильма «Чапаев». Однако до сих пор мало кто знает, что знаменитая психическая атака, показанная в нем, была впервые проведена именно под Ижевском восставшими рабочими. В фильме они представлены как каппелевцы. В то время город был уже практически полностью блокирован. Боеприпасов не было. У восставших на одну винтовку приходилось всего по два-три патрона. И тогда было принято решение прорываться в рукопашную. Перед атакой многие ветераны Первой мировой надели георгиевские кресты. Красноармейцы Азинской дивизии были поражены видом наступавших. Среди них было огромное количество людей в рабочих тужурках, шедших под барабанный бой с охотничьими ножами и ружьями. Силеты молчатых! Однако силы были слишком неравны. По Ижевцам был открыт шквальный огонь из пушек и пулеметов. Погибло более 700 человек. Второй раз Ижевцы действительно применили психическую атаку по духой против Чапаева. Этот бой и был изображен в фильме «Братьев Васильевы». За мужество адмирал Колчак наградил Ижевскую дивизию Георгиевским знаменем. Вместе с Белой армией она с боями отходила все дальше на восток. Последний бой дивизия вела с красными под Волочаевкой. Была разбита и ее остатки вместе с семьями, знаменами и оружием ушли в Манчжурию. Оттуда многие перебрались в Харбин, а затем и в Америку. Командир Ижевцев Авенир Ефимов скончался только в 1972 году в Соединенных Штатах Америки. И сегодня в Калифорнии в русском храме города Беркли горит негасимая лампада убиенным воином Ижевским и Воткинским. За время гражданской войны население Вятской губернии, где вспыхнуло Ижевское восстание, сократилось почти на миллион человек. Лишь в годы Великой Отечественной войны в нашей стране вновь с уважением заговорили о мастерстве и славных традициях ижевских рабочих. В 1941 году в Ижевск были эвакуированы несколько заводов. Промышленный потенциал города ценой огромных усилий вырос сразу в несколько раз. Уже зимой 1941-го здесь собирали по 10-12 тысяч винтовок в день. Всего за три месяца был начат серийный выпуск противотанковых ружей Дегтярева и Симонова. Наверное, главная гордость ижевцев авиационные пулеметы и пушки шпитального и особенно 37-мм вторая Нудельмана-Суранова для истребителей и штурмовиков. Новые цеха строили на городских пустырях и старых кладбищах. Практически все школы и техникумы города были заняты под госпиталем. Производство противотанковых ружей было развернуто прямо в бараках. Всего за время войны на заводах города выпускалось 18 видов различного оружия. В сегодняшней России Ижевск один из немногих городов, где до сих пор сохраняется традиция почетного юноармейского караула вечного огня. Ежедневно в любую погоду ученики местных школ сменяют друг друга на этом посту. Здесь считают, что другого быть просто не может, ведь в войне участвовал весь город, одни на фронте, другие в тылу. Особое место в истории города занимает маршал Советского Союза Устинов. В местном музее хранятся его форма и некоторые личные вещи. В годы войны он лично возглавлял здесь военное производство. В свое время переусердствовали и поспешно переименовали Ижевск в Устинов, о чем горожане естественно не просили. Инициатива исходила от горкома партии. Дело доходило даже до демонстрации против переименований. Однако в итоге ижевцам все же пришлось стать устиновцами. Через 900 дней Ижевску было возвращено его прежнее имя. Несмотря на все это, к Дмитрию Федоровичу Устинову в Ижевске только уважительное отношение. Сегодня один из районов города и завод Ижмаш по-прежнему носят его имя. Будучи наркомом оборонной промышленности и затем членом Политбюро он довольно много сделал для города. Например, производство легковых автомобилей в Ижевске его личная заслуга. Знаменитый Ижевск и лучшими отечественными мотоциклами. Их серийный выпуск начался еще в 33-м году. В музее завода хранятся также миниатюрные действующие модели винтовок снайперской с комплектом боеприпасов и хорошо всем известного автомата Калашникова. На сегодняшний день одно из лучших в мире систем армейского автоматического оружия. Вы видите как на горизонтально ковочной машине изготавливается ствол автомата Калашникова. Автомат был запущен в серию почти 40 лет назад. Без принципиальных изменений сейчас выпускается 6 его модификаций, в том числе и под НАТОвский патрон. Десятилетиями изобретатели всемирно известного автомата знали в лицо единицы. Сегодня лауреат государственной Ленинской премии дважды герой социалистического труда, почетный президент Союза оружейников России Михаил Тимофеевич Калашников часто встречается с журналистами, бывает на крупнейших оружейных выставках мира. Впервые в условиях крупномасштабных боевых действий автомат Калашникова был применен во время войны во Вьетнаме. Американские солдаты считали его лучшим трофеем. К тому же в отличие от винтовки М-16 даже попав в болотную жижу он продолжал стрелять. Одно из самых сильных качеств автомата Калашникова была его неприхотливость и высокая степень надежности. Известный случай, когда американские солдаты воевали с ним до конца войны. Недавно на международной выставке оружия в Дубае один из ветеранов Вьетнамской войны, американец, подойдя к Михаилу Трофимовичу Калашникову сказал, что его автомат спас ему жизнь во Вьетнаме. Во время боя в джунглях его винтовка М-16 попала в грязь и перестала стрелять. Разбирать и чистить ее уже не было времени, отряд был окружен. К счастью, во время прорыва ему удалось подобрать возле вьетнамского солдата автомат Калашникова. За двое суток тяжелейшего перехода под дождем и в грязи русский автомат ни разу не дал осечки. С честью выдержав тяжелые испытания в джунглях Индокитая, автомат Калашникова впоследствии не раз доказывал свою исключительную надежность в равийских песках, африканской саванне и в горах Афганистана. К сожалению, сегодня не по вине и жертвцев он стал главным орудием убийства в межнациональных конфликтах захлестнувших республики бывшего Советского Союза. Накопленные за десятилетия огромные арсеналы советской армии оказались в руках новых независимых государств. Поначалу мало кто мог предположить, что этот необъяснимо широкий жест российского министерства обороны обернется чередой кровавых трагедий и для тех, кто это оружие захватил и для самих русских. По иронии судьбы и в Таджикистане и в Молдавии и в Закавказье наших солдат убивали из автомата Калашникова. Но, как говорили древние, убивает не оружие, убивают люди. Скажите, пожалуйста, Миколай Тиванович, нескромный вопрос. Вот вас, может быть, как-то не обижает то, что ваше оружие зачастую используется в наших же горячих точках, то есть в точках бывшего Советского Союза? Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос, что оружие создавало для защиты рубежей нашего государства. И мне неприятно смотреть, когда это оружие применяется в межнациональных конфликтах. Я переживаю в конструкторском бюро, где и сегодня работает Михаил Трофимович, разрабатывается множество разновидностей и модификаций нарезного охотничьего и спортивного оружия. Карабины, ружья, винтовки. Например, вот этот карабин «Медведь» для промысловой охоты. Многие годы наши биатлонисты выступали на крупных соревнованиях только с отечественными винтовками, сделанными в Ижевске. Наши чемпионы «Лилихаммера», в том числе Сергей Тарасов, тоже стреляли из ижевских винтовок системы биатлон. Но все же главное производство на «Ижмаше» всегда работало на оборону. Наше оружие, оно отличается высшей степенью надежности, безотказности и безопасности. Мы имеем такие примеры, когда еще старая модель рассказы людей, которые, очень такой неожиданный рассказ, когда австрийские ягеря в горных условиях, оказывается, из всех модификаций предпочитают наш ЛОС-4, где перепад температур, влажности и так далее совершенно не сказывается на работоспособности. Абсолютно безотказный работоспособный карабин. Вот этот принцип положен в основу всех наших работ, и мы его незыблемо стараемся выдерживать. В целом ситуация сегодня на ижевских оружейных заводах крайне сложная. Впервые за многие десятилетия продукция оружейников Ижевска оказалась ненужной государством. Склады, заваленные изделиями, сделанными по заказу Министерства обороны, однако военные отказываются за нее платить, нет денег. Долг исчисляется уже десятками миллиардов рублей. В некоторых цехах уже работает лишь три-четыре станка. Сегодня в Ижевске практически полностью остановлено пять крупных оборонных заводов. Все поломать дело нехитрое, но пока наши оружейники переучиваются делать сковородки вместо ружей, китайцы уже давно поставляют в американские магазины автоматы системы Калашникова своего производства. А ижевцы, обладая огромными богатствами, между тем продолжают с трудом сводить концы с концами. Однако здесь все еще умеют делать первоклассное оружие, которое нужно и нам, и России.